сегодня 20 февраля в украине отмечают день памяти героев небесной сотни сегодня ровно 10 лет с тех пор как погибли эти люди на майдане которые свергали януковича ставленника российской федерации который пытался присоединить как бы теперь понимаем был поставлен россиянами чтобы присоединить украину к россии но это мы понимаем сегодня а тогда это понимали те кто вышел на майдан мне трудно говорить про те события потому что я тогда в украине еще не жил 10 лет назад но сейчас живу сейчас живу и сейчас мне кажется эта история не закончена история того майдана 14 года не закончена только продолжается вот когда в 2015 году был установлен этот день день памяти указан президента украины порошенко то там было сказано что он устанавливается этот день памяти героев небесной сотни с целью увековечья большой человеческой гражданской и национальной отваги и самоотверженности силы духа и стойкости граждан которые изменили ход истории нашего государства государство украины сожалению с тех пор не только 100 человек погибло ради всех вот этих целей не только 100 человек проявили вот эту человеческую гражданскую и национальную отвагу сначала это были тысячи тех кто погиб во время войны на донбассе сопротивляясь российским агрессором в течение восьми лет сейчас вот уже два года полномасштабной войны и небесная сотня превращается постепенно в небесную сотню тысяч а может быть уже превратилась я не знаю сколько человек погибло на фронте никто точно не знает не говорит нам правильно делают я но я помню что последний раз когда мы знали более-менее достоверную цифру это было 70 тысяч погибших наших воинов поэтому можно предположить к сожалению что сейчас это небесная сотня тысяч наших солдат которые героев которые гибнут за все те же все те же ценности а не по ним я понимаю что речь может идти не только о тех кто погиб на фронте но и тех кто погиб в тылу только сегодня прямо сейчас сегодня 20 утром россияне боевым дроном ланцет нанесли удар по жилому дому обычному жилому дому на сумщине это боевой дрон который применяется против танков и так далее дрон ланцет но они сегодня ударили новослободской общине канатопского района сумской области по жилому дому убили там семью из пяти человек всю семью полностью убили мать двое сыновей а также две родственницы бабушка и женщина которая приехала из другого города так что небесная сотня тысяч которые на фронте к ней надо прибавлять еще тех кто в тылу погиб за то же самое и от рук тех же самых людей мне кажется главное чтобы все это было не напрасно вот прям главное главное чтобы все это было не напрасно если бы тогда тогда 10 лет назад небесная сотня погибла а сейчас мы бы отказались сопротивляться россиянам и сдались бы 24 февраля 2022 года это обозначало что те 100 человек погибли напрасно сейчас важно чтобы была не напрасно и гибель ста тысяч которые погибли уже в этой войне а настроение в украине разные я про это хочу начать с настроений с каким настроением день памяти небесной сотни встречают украинцы опрос провели агентство рейтинг опрос про то какое а еще какие ощущения какие эмоции украинцев доминируют значит по данным опроса по данным опроса выросло ощущение печали по сравнению с значит спасать сада сравнение с августом 22 года печаль выросла с 29 до 39 процентов но тут я могу понять всех украинцев потому что у многих в семье есть погибшие ощущение страха выросла с 11 до 21 процента вот это удивительно то есть по сравнению с двадцать вторым годом ощущение страха выросло стало страшнее в два раза два раза больше людей испытывают страх хотя казалось бы тогда были прям тяжелейшие тяжелейшие дни когда государство на волоске было от гибели гордость за свою страну гордость за свою страну вы знаете снизилась тогда в двадцать втором году в августе 75 процентов украинцев испытывали гордость за украину сейчас 56 тоже кстати немало так то вообще-то немало так то вообще-то немало 56 процентов в какой стране 56 процентов испытывают гордость за свою страну вот так демократической свободной откровенно об этом говорят вот такая вот картина наших эмоций но на при этом среди тех кто убежден в победе выше доля гордости и радости за свою страну а среди тех кто не уверен в победе преобладает печаль и больше страх ну например кто не уверен в победе 25 процентов испытывают страх младшие поколения чаще испытывают печаль и гнев чем старшие с другой стороны молодежь чаще испытывает заинтересованность относительно будущего украины вот такие у нас эмоции такие у нас эмоции и я хочу зачитать несколько ваших реакций ко вчерашнему видео потому что они тоже передают ваши эмоции некоторые с именами некоторые без события в авдеевке выбили из колеи мне прислали видео где идет допрос наших ребят и шовки находишь находящийся в плену один из них мой ученик плачу и молюсь за их спасение другой комментарий сегодня слышала рассказ женщины из попастный она потеряла все свое благосостояние сын на передовой без слез это слушать нельзя люди сегодня никто не может стоять в стороне вот такие эмоции такие эмоции вот валентина пишет слезы сами текут наши воины наши герои остались раненые лицом к лицу с врагом почему так почему их оставили вечная им память и вечный покой но валентином да вы знаете что наших героев которые остались там раненые их расстреляли россияне об этом сообщила 110-я бригада официально причем 110-я бригада которая отходила с этих позиций она сообщила что они были проведены уполномоченными лицами были проведены переговоры с россиянами которые обязались вот этих раненых сохранить им жизнь взять их в плен согласно всем международным законам но пришли расстреляли троих идентифицировали двух предполагают я имею ввиду бойцы 110 бригада один человек был из другой бригады скорее всего то есть есть зафиксирован факт того что шестерых россияне расстреляли хотя была договоренность о сдаче в плен натальи вот пишет у меня с пятницы глаза на мокром месте и душа ноет сплошные трагедии навальный авдеевка расстрел там раненых предательство сша события в польше где брать оптимизм мужество юлии навальный впечатляет женщина с большой буквы ну да юлии навальный мы дойдем обязательно но я попробую ответить на вопрос где искать оптимизм где искать оптимизм вы знаете только в одном я могу искать оптимизм сейчас в эти тяжелые дни когда мне не хватает оптимизма я включаю интервью с нашими военными вот прям не военными экспертами а теми военными которые на фронте и рассказывают что происходит и знаете что я слышу я слышу бодрых людей людей которые способны шутить людей которые верят в успех которые не сложили руки и не сложили оружие и я понимаю что я здесь в тылу не имею права не быть оптимистом вообще вы знаете пессимистом быть легко вот прям легко легко бить пессимистом легко легко сказать что ничего не получится и вот сегодня день памяти героев небесной сотни эти сто человек погибшие тогда на майдане они могли увидев вот этих вооруженных охранников януковича все это полицию и там и так далее скотнее ну слушайте у них оружие значит мы расходимся по домам ничего не получится ну а что тут можно сделать ничего они могли взять и разойтись все сотни тысяч которые были на майдане могли сказать не ну все оружие у них что мы можем сделать вот как российская оппозиция уже с какого-то с 11 года горит не ну что ну вот же тут были они же с дубинками полицейские что мы можем сделать сделать ничего нельзя говорят они а вот наши войны на фронте как-то могут и небесная сотня как-то смогла у меня весь пессимизм который конечно же на меня нападает периодически ну а как вы думаете ну конечно когда я все это вижу вот все что вы перечислили наталья перечислила трагедия трагедия гать навальный авдеевка расстрел раненых предательство сша события в польше все так все так это все правда происходит ладно у меня профессиональная обязанность сохранять оптимизм потому что я должен придумать те сценарии в которых мы сможем победить и добиться успеха это моя такая профессиональная считайте деятельность вам же могу посоветовать правду вспомните о наших войнах созвонитесь если у вас есть знакомые напишите им вы увидите их реакцию они там не в слезах сидят поверьте не в слезах им очень тяжело у меня однажды был такой случай она и нужно рассказывал но я еще раз расскажу потому что сегодня день памяти небесные сотни тысяч уже наших войн я вышел как-то в эфир на канале грэм в плохом настроении в плохом именно вот в этом самом пессимизме но действительно обрушилась огромное количество плохих новостей и я как-то позволил себе пессимизм и кто-то меня там спрашивает даже а что-то в плохом настроении ну да вот так так и так и тут одна женщина написала просто в чате канала грэм а да михаил то есть у вас из-за этого плохое настроение а вот у меня муж сейчас в бахмуте в окопе у него нормальная я понял что вот так вот так приобретается оптимизм не вчера серьезно я вот когда мне стало плоховато от всех этих новостей включил интервью включил интервью с нашими военными не с экспертами а с теми кто реально воюет и кстати письма их родных меня тоже вселяют оптимизм я сегодня не буду зачитывать хотя может и буду еще но вот я там одно большое письмо меня попросила девушка у него муж на фронте отложил на субботу субботу как вы знаете у нас будет специальный стрим посвященный исключительно двухлетию войны то есть не текущим событиям ни в коем виде а по вашим многочисленным просьбам зрителей субботу будет специальный стрим 1900 где мы просто будем вспоминать войну считайте ностальгии два года ностальгии вот там я это письмо и зачитаю так что девушка просила именно на этом стриме зачитать это письмо чтобы не пропустить кстати стрим нужно подписаться на канал штурман за последние сутки кстати удивительные люди у меня дорогие вот вы тоже вселяете в меня оптимизм вас ведь что не попросишь вы тут же сделаете помните я вчера попросил чтобы 2000 подписчиков задеть собралось да вчера было триста шестьдесят тысяч ягода можете две тысячи подписать не тысячу а две всяк триста шестьдесят две тысячи подписчиков то есть да вы выполнили мою просьбу я сегодня с такой же обращаться не посмею но скажу просто чтобы поддерживать оптимист друг друге и во мне особенно Подпишитесь на канал Шетельман прямо сейчас, чтобы стало сегодня хотя бы 363. Я уже за две не прошу, но одну можно. И поставьте лайк, конечно. Напомню, как всегда, я обязан это напоминать каждый раз. Я считаю, что лайки ставятся на канале Шетельман. Это единственный такой канал, где лайки ставятся не для того, чтобы как можно больше людей услышали полезную информацию. Я не сообщаю никакой полезной информации. Поэтому лайки ставятся для того, чтобы удовлетворять мое эго. Эго Шетельмана, мой эгоцентризм, мой нарциссизм. Подписка для этого же оформляется. Не для какой-то пользы общественной. Ни в коем случае. Я никогда не говорю, что я приношу общественную пользу. Не приношу. Просто ставьте лайки. Продолжаем пока еще разговор про настроенческий. Здравствуйте, Михаил. У меня к вам вопрос, но пишет моя постоянная зрительница. Как к политологу. Я в политике совсем не разбираюсь. Приближается срок окончания полномочий Зеленского. Думаю, что уже 1 апреля начнутся вопли про нелегитимного. Вначале *** дня и парохоботы. Потом сомневающиеся. Потом начнутся наши традиционные срачи. Мы переключимся на бои в рукопашную. И Запад посмотрит и скажет, зачем этим психам помогать. Они с головой разобраться не могут. Очень переживаю, что ситуация тупиковая. И Зеленского перестанут так охотно принимать. Ну, видимо, в мире имеется в виду. В этот момент Авдеевка покажет не самым большим горем, а потом, как снежный ком по кругу, отступление, народный гнев, срач и урезание помощи. Ведь не только Путин нарушает все соглашения. Запад всегда найдет способ аннулировать контракт, если ему это выгодно. Вопрос. Вопрос. Есть ли что-то, что поможет к этому подготовиться, как скоро появятся мемы прелегитимного и вспыхнет народное недовольство? Будут ли Майданы по типу заложенного президента? Отвечаю. Значит, во-первых, я сразу скажу, что это я просто зачитал письмо. Это не мое мнение, да? Я не называю людей порохоботами, тех, кто сторонники Порошенко. Есть сторонники Порошенко, есть сторонники Зеленского. Это нормально в демократическом обществе. И среди моих зрителей есть сторонники самых разных кандидатов в президенты. Это тоже. Я за всех. И я уже не раз говорил, что будет Порошенко президентом, или Залужный, или Зеленский. Вот кто будет во время войны президентом, того я и буду поддерживать в это время, потому что он будет отвечать за всю страну. У меня с этим все просто. Но это как бы необходимый, я считаю, политический комментарий был к этому заявлению. Но что-то поможет подготовиться или нет, спрашивает девушка. А вот только одно, давайте заранее про это говорить. Потому что я уверен, что во всем, что вы предсказываете, все так и будет. Но только это будет забрасываться к нам из Российской Федерации. Из Российской Федерации будут забрасываться какие-то истории о том, что кто-то там нелегитимен, что мы должны пройти выборы. Нам уже всякие вот эти маскирующиеся под либералов, всякие люди из России рассказывали, что мы выборы обязаны проводить. Помните такие рассказы? Не сработало, не смогли они нас обмануть. А пытались ведь, как пытались, да? И вот это все тоже будет. И обвинять будут, и скандалить, и все что угодно, и народный гнев, и срачи, и так далее. Но как этому противостоять? Ну, знаете, Васька слушает, да ест. Вот как наши солдаты на передовой говорят, мне пишут. А мы воевали, воеваем и воевать будем. Нам не важно, кого нам назначили главнокомандующим или кто там у нас президент. Мы воевали, воеваем и воевать будем. Поэтому просто, когда мы вслух это сказали, мы уже отчасти хотя бы на миллиметрик, но все это обезвредили. Будут ли, кстати, Майданы? Нет. Вот это единственное, что нет. Потому что настоящий Майдан – это народное движение. Это нельзя инсценировать или инспирировать из-за границы, из Российской Федерации. Настоящий Майдан невозможен. Только фальшивый. Но фальшивые не работают. Не, нанять за деньги кого-то, наверное, кто-то наймется. Но это и все. Я поэтому специально все это огласил. Перед тем, как огласить результаты опроса еще одного. Вот то был опрос агентства рейтинга. Вот вам вопрос агентства КМИС, Киевский международный институт социологии. И вот что интересно, значит. Вот какие тут задавались вопросики. Сейчас я вам скажу. По сравнению с декабрем 23-го к февралю 24-го. В декабре 23-го 34%, то есть треть украинцев считали, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним президентским сроком. Сейчас в феврале так считают 43% украинцев. То есть почти, ну, уже ближе, приближается к половине. Хотя 53% считают, что он может и дальше участвовать в выборах. Но видите, выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен этот срок побыть. И на этом все. Срок это же не до апреля. Срок это до конца войны, как вы понимаете. Речь идет. Потому что у нас сейчас военное положение. Мне кажется, что я лично, если бы меня спросили, я бы тоже так ответил, что один срок. Я бы ответил, почему. Потому что Зеленский сам сказал, что он не будет выдвигаться после войны. Что если выбор во время войны, то да, но выборов во время войны не будет. А после войны, говорит, я не буду. И я его понимаю. Если человек сможет выиграть войну, ну, куда ему еще браться за перестройку Украины и за какие-то другие задачи. Мне кажется, человек будет достоин того, чтобы заняться другими какими-то делами. Если он сможет это все осуществить. Поэтому я как раз на стороне тех, кто считает, что да, один срок, но любой продолжительность. Пока война идет, столько и срок длится. Хоть 10 лет, но один раз. Вот. Теперь по поводу того, это вот насчет того, что россияне будут нас провоцировать, чтобы мы тут выборы устроили. Так вот. Только 15% украинцев считают, что нужно провести выборы. Только 15%. А 70%, ну, 69% считают, что Зеленский должен оставаться на посту президента, вместо того, чтобы проводить выборы. Вот так. И провести выборы нужно только после отмены военного положения. То есть после окончания войны. И вот тут прошу заметить. Вот это называется. Украинцы не поддались на провокации. Вот в буквальном смысле. То есть понятно же, почему упала популярность Зеленского сейчас по сравнению с декабрем. Из-за увольнения заложенного. Из-за, возможно, чего-то еще, но в принципе из-за увольнения заложенного. Мы это знаем. Все опросы это показывают. Процентов там на 10, грубо говоря, популярность упала. Окей. Так, так. Он знал, что так будет. Он на это пошел. И так оно и вышло. Значит. Но от этого не выросло число украинцев, которые сказали, давайте проведем выборы. Вот просто буквально не выросло. Прям снегу рачка. Вот тогда осенью было много опросов, миллион штук на тему давайте проведем выборы. И максимум в них было 15% за выборы, остальные против. И сейчас то же самое. То есть украинцы, оказывается, не дураки мы. Нас, оказывается, намекинь не проведешь, товарищи провокаторы. Мы по-прежнему против того, чтобы выборы устраивать в воюющей стране, когда все кандидаты сейчас на фронте. И, кстати, будущий президент тоже сейчас на фронте. Я не знаю, как его зовут. Ну, либо уже вышел. Ну, понятно, да? Либо уже был на фронте. Либо сейчас на фронте. И будущий президент, и значительное число будущих депутатов тоже, я думаю. Вот так вот. Вот такая вот интересная социология. Еще быстро, несколько еще ваших замечаний ко мне. Они правдивые, поэтому я их зачитаю. Вот Silent Mist пишет. Вы не правы, Михаил, это мою вчерашнюю реплику про Польшу. Вы не правы, в Польше хватает этой швали, имеется в виду российских агентов. Даже целая партия конфедерации этих с***чей все ими есть. Русский след в этих всех протестах есть. Это я вам с Варшавы пишу. Живу тут с 90-х, пишет Silent Mist. Дальше Риста пишет. Выяснилось, что Россия, в Европу продала зерна больше, чем Украина. Вот вам и российский след. Я проверил, ну, не знаю больше ли, чем Украина, но факт, что поставки зерна в Европу из России идут и только увеличиваются. То есть, Европа покупает ворованное украинское зерно. Ворованное. Потому что в России, ну как вы отличите это, ворованное или нет. Любое российское зерно, оно уже ворованное. Потому что они в Украине украли урожая зерна. Физически вывезли, украли. Вот. И, в общем, я получил огромное количество писем реально от тех, кто живет в Польше. Признаю, был неправ, не разобравшись. Сказал, что там нет русского следа в этих польских акциях, когда они там не дают нашим автобусам ехать или зерну заезжать. Видимо, есть. Видимо, есть. Вы правы, дорогие мои. А я был неправ. Точно так же я еще ошибался в двух вещах. Ошибался. А однажды был неправильно понят. Я за последний имею в виду выпуск. Я ошибался, когда называл премьера Голландии Рюгге. Хотя он Рютте. Ну, простите меня. Так сказать, не разглядел в буквке. Марк Рютте. Марк. Надеюсь, теперь я не ошибся хотя бы в имени. В общем, Рютте, премьер-министр Нидерландов, который станет генсеком НАТО, скорее всего. Не Рюгге, а Рютте. Прошу запомнить. Второе. Вице-президент США Камала Харрис, а не Камилла Харрис. Камилла, как мне написал этот зритель, ну, с юмором человек мне указал на мою справедливую ошибку, что не Камилла, а Камала Харрис. И пишет, вы перепутали, наверное, потому что жена принца, ну, короля, точнее, короля Чарльза Третьего, ее зовут Камилла, Паркер Боулс. Не, я не с ней спутал. Я спутал с Камиллой, которая из фильма «Табор уходит в небо», которая руководила таборами и торговала крышками для консервов. Я с той Камиллой спутал. Думал, что Камиллу назвали Камиллой Харрис в честь фильма «Табор уходит в небо». И муж у нее, наверное, Будулай. Но нет. В общем, короче, Камала Харрис, если что. И последнее, Сергей написал, что, мол, вы не правы, Михаил, не вели в США захватническую войну в Вьетнаме. Сергей, это не я говорил, это Медведев говорил, а я цитировал Медведя. Вот поэтому сбил вас с толку, простите ради бога. В чем виноват, это в сбите вас с толку. До войны мы обязательно доберемся. На войне происходит событие, мы туда тоже доберемся. Но сейчас большой-большой есть резонанс по Навальному. К сожалению, кстати, я в шоке от отсутствия резонанса толком на Западе. В шоке прям, серьезно. В смысле, это все, что они могут? Это все, что они сделали? Но есть люди, которые добиваются этого резонанса. И таких людей несколько. Один из них – это сам Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович издал вчера указ, наконец-то, и наградил убийцу Навального. То есть как убийца главный он, заказчик он, Песков и так далее. Но он наградил исполнителей убийства Навального. Вчера он прямо издал указ президента Российской Федерации, в котором присвоил звание генерал-полковника заместителю директора ВСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, то есть начальника всех тюрем, Бояринцеву Валерию Геннадьевичу. Вот так стало известно имя убийцы, которому, собственно, заказал Путин убийство Навального. Также стали известны имена более глубоких исполнителей, потому что присвоено звание генерал-лейтенанта, то есть уже понижний полковник, заместителю тоже директора ВСИН Розину Александру Николаевичу, присвоено звание генерал-майора начальнику управления делами ВСИН Шароватову Дмитрию Викторовичу и присвоено звание генерал-майора начальника управления кадров ВСИН Федорова Александра Владимировича. Вот теперь стала известна вся преступная группа, полный состав тех, кто убивал Навального, потому что Путин их наградил. В России, я думаю, как-то российская оппозиция даже удивилась тому, что так можно было, а мы в Украине, мы это знаем. Вот если в России вы еще не знаете, то расскажу вам, что когда, вот это были, по-моему, десантники, российские десантники, которые стояли в Буче, они расстреливали мирных жителей со связанными руками, стреляли в затылок, они насиловали там женщин и детей, русские солдаты, офицеры вот эти, после чего, когда наши их выбили из Буче и обнаружили все эти убийства и все эти казни и все эти бесчинства, то Путин пригласил к себе это подразделение и наградил этих как героев и присвоил этому подразделению звание гвардейца, гвардейская, то есть теперь это гвардейская дивизия, педофилогвардейцы, как их назвали тогда и с тех пор называют педофилогвардейцами. Ну а теперь вот, поэтому мы не удивляемся, когда Путин открыто награждает убийц, конечно, он знал, он это поручал, он поручал людям в Буче вот это все делать, теперь он поручил убить Навального и наградил героев. Ну это только с одной стороны реакция, вот это реакция со стороны Путина. Есть реакция, начну, наверное, с поэзии, начну с поэтической, а потом перейду к политической. Ну чтобы немного нас всех расслабить, а то уж больно у нас напряженные последние деньки выдались. Поэтическая реакция, поэтическая партия надо сделать вообще, раз есть поэтическая реакция. «И я не хотел обращаться к вам больше ввиду тотального отсутствия смысла и тупо из осторожности, но теперь вы цинично и подло убили Навального, поэтому промолчать не вижу возможности. Его точно убили вы, я не знаю как именно, измором, травили по капле, а может прикончили сразу. Пусть сделано это было руками другими, но понятно даже ежу, по чьему приказу». Такое в стиле Маяковского, но написал это Семен Слепаков, российский, не оппозиционер, кстати, вообще ни разу, наоборот, человек, который уже в момент, когда Путин вовсю убивал украинцев в 2017 году, рассказывал, что он очень любит Путина, что ему нравится Путин, что ему всячески нравится президент Российской Федерации. Он рассказывал это в интервью Юрию Дудзю. Но, как говорится, прозреть же лучше поздно, чем никогда. Я, правда, считаю, что лучше пускай человек прозреет поздно, пусть он даже Слепаков останет зрячим. Вот даже Слепаков стал зрячим, даже Слепаков прозрел. Такая вот получилась, извините меня, игра слов. И Слепаков опубликовал у себя в Инстаграме такие слова. И заметьте, да, что он прямо из тупо из осторожности не наезжал на Путина, но теперь после убийства Навального все-таки решил Путина обвинить. Человек, который его очень недавно поддерживал, вот так он теряет все-таки определенным образом поддержку этот Путин. А вот Юлия Навальная, вдова Навального, которая вчера выступила с политическим заявлением. Кстати, ну уж обязан я оговориться, тоже мне написали письмо, что вот, мол, проверьте, вы не правы, что никто не делал политических заявлений. Вот смотрите, пожалуйста, огласите, что политическое заявление сделал Форум Свободной России. Сделал, я прочитал, ну, человек мне прислал, я прочитал. Да, зачитывать не буду. Ну, мало ли, не хочу, поэтому не буду зачитывать. Но признаю факт, что с формальной точки зрения я это упустил, действительно. Значит, по поводу этого все было на момент вчерашнего утра, утра вчерашнего понедельника. Так вот, Юлия Навальная оказалась все-таки человеком, с которым нам по пути. Нам, это я сейчас про Украину. Да, она пока ничего не говорит про Украину, ей не до этого, у нее мужа убили вообще-то. Но она выступила, наконец, с политической... Ну, наконец, извините, сейчас тут, наконец, слово каст не уместно. Наоборот, она очень быстро выступила с политической программой момента. То есть вот прямо сейчас, что надо сделать. Обратился она к Европе. Она попросила Евросоюз не признавать выборы в России. И помочь россиянам в эмиграции. В частности. Значит, она выступила с обращением к Совету ЕС по иностранным делам. И сказала, ЕС не должен признавать переизбрание Путина в качестве президента на фальшивых выборах. Второе. ЕС должен ввести санкции против всех доверенных лиц Путина. Ну, это формально прям. Доверенные лица Путина. Это более чем 500 человек, которые помогают убийственному режиму выжить. ЕС в сотрудничестве с Фондом по борьбе с коррупцией необходим специальный орган для поиска денег и активов Путина. Дальше цитирую Навальную. Если закон не позволяет наказывать военных преступников и убийц, значит с ним что-то не так. Его нужно менять. И Европе необходимо поддержать россиян, убегающих от войны и диктатуры, создать механизм подобной современной нансеновской комиссии. Вот что я вам скажу, дорогие мои зрители, друзья, пока вы ставите лайки и подписывайтесь на канал Штельман. По последнему пункту, нансеновский паспорт для россиян, я его предложил еще тогда, действительно, в феврале-марте 2022 года, когда стало ясно, что российских беженцев по миру будут миллионы, и за ними гоняется их собственное государство. То есть у нас из Украины есть десятки миллионов, ну, очень много беженцев. Но украинское государство не гоняется за своими беженцами, а российское гоняется. Поэтому надо им позволить какой-то документ международного какого-то характера, который бы стал для них документом беженца. Но получать они его должны в обмен на российский паспорт. То есть сдал российское гражданство, получил международное некое, чтобы эти люди не могли вернуться в Россию. Если ты собираешься возвращаться в Россию, тебе не надо принимать, ты не беженец, нет. Беженец тот, кто в Россию уже не вернется. И так, я считаю, что да, мы тоже можем это вполне поддержать. Человек может стать беженцем, потому что из России надо бежать. Надо. Вот знаете, сегодня где-то в какой-то там тьму таракани российской, где-то в глубокой Сибири, арестовали женщину, у которой двойное гражданство, США и России, за то, что она донатила на ВСУ. Не знаю, донатила ли она на ВСУ, но то, что ее сделали заложницей, чтобы отменять в Америку, 100%. Поэтому всем иностранцам надо валить прямо сейчас из Российской Федерации. Если они своих убивают, то что они с иностранцами-то будут делать. Но главный, конечно, для нас пункт, который нас касается, это вот это непризнание Путина в качестве президента. Сможет ли Запад пойти на такое? Я пока сомневаюсь. Я оптимист, я пока сомневаюсь. Сомневаюсь, это значит, что я не говорю нет. Я говорю, что а вдруг нам повезет, а вдруг решится Запад по нормальному после убийства Навального сказать нет. Путин – это не президент Российской Федерации. Вот с 17 марта у них пройдут выборы, меньше, чем через месяц. Во-первых, эти выборы пройдут на оккупированных территориях украинских. Во-вторых, главного своего конкурента Путин убил, а остальных просто до выборов не допустил. Вот после этого кто-то должен признавать его президентом? Важно ли это для нас? Важно, 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 друзья мои. Потому что если Путин не президент Российской Федерации, а просто частное лицо, то ввести санкции можно не только против 500 человек, которые помогают убийственному режиму выжить, а и против самого Путина. Пока у него дипломатический статус, нельзя вводить санкции. А так-то можно. А что, он же не президент, кто он такой? Ну и главное, его можно объявить не просто легитимной военной целью, а объявить на его охоту, на него охоту, как была на Бен Ладена. Вот в нейтральных водах, в нейтральном небе летит международный террорист. Помните, кстати, сам Путин жаловался на Валдайском форуме, как США убили генерала Сулеймани. Просто, говорит, представляете себе, вот так в чужой стране иранского генерала взяли в аэропорту Багдада и убили. Просто, говорит, вообще ужас, беспредельщики, кошмар, паразиты. Ну, что там, какие слова еще употреблять Путин любит? Так вот такую же охоту можно объявлять будет на самого Путина, если он не президент. Ну, он же и так в розыске террорист, убийца, международный преступник. А Тусама Бен Ладена в худшую сторону отличается. Тусама Бен Ладена убил 3000 человек и разрушил два дома. Три. Это если считать Пентагон. А Путин разрушил десятки тысяч домов и убил сотни тысяч людей. Сотни тысяч. Просто вот убийца конкретно. Поэтому нам здесь, Юрий Навальный, по пути. И как когда-то говорил сам Алексей Навальный, что его нужно использовать как таран, то мы здесь, я имею в виду украинскую дипломатию, можем использовать в хорошем смысле Юрию Навальную как таран, на то, чтобы вот из-за убийства Навального Путина не признавали президентом. Вы знаете, я думаю, что какие-то страны не признают Путина президентом. Но нам нужно, чтобы большие. Чтобы Германия, Франция, США. Вот это нам важно. И Великобритания. Потому что я не думаю, что Латвия признает Путина президентом после 17 марта. Но нам нужно, чтобы Евросоюз официально не признал. Вот такие дела. Ну и война. Зеленский говорит, российские войска пользуются задержками в помощи Украине. Сейчас тяжелая ситуация, говорит Зеленский, на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украине. Это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и большей дальнобойности нашего оружия. Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку. Ну вот сказаны главные слова. Действительно, из-за американцев у нас теперь нет. Артиллерии не хватает и фронтовое ПВО. Фронтовое ПВО – это ключевые здесь слова. Ведь это ровно про то, как они взяли Авдеевку-то россияне. Управляемыми авиабомбами бомбили. Там, где раньше они не могли подлететь из-за ПВО фронтового. А тут не хватило нам фронтового ПВО. Ну там, сегодня не буду вас мучить подробностями. Там в Конгрессе сейчас будут переговоры о том, чтобы еще и выделить вот из того 61 миллиарда, который там в пакете помощи, оставить от него, по-моему, 47 миллиардов. Ну все-таки, видите, уже утомил подробности. То есть оставить только военную помощь и ее утвердить. Там же в чем дело? 61 миллиард – это не все военные помощи. Из них 47 военные, 14 – это экономическая помощь. Но без экономической помощи США мы проживем. Я сейчас вам объясню, как. Сейчас дойду до этого, помню. Пока по фронту еще. Значит, 1230 россиян. Вчера уничтожено. Самолеты. Ну вчера праздновали сбитие двух самолетов. Но нет, в статистике один. Но это официальные статистики Генштаба, и там один самолет, не два. Пять танков, 36 БМП, 40 пушек. Пушек на артиллерийской системе. Значит, по фронтам. Насколько я понимаю. Но тут, ребята, я только почитал наших военных. Просто ничего другого больше вам сказать не могу. Россияне пытаются, пытаются, преследуя, так сказать, на плечах отступающих нас из Авдеевки, пытаются взять ближайшие села. Извините, пока, насколько я понимаю, не получается. Там подготовлены позиции, по словам наших военных, вот которых я просто сам в телевизоре видел. Значит, там подготовлены позиции, куда наши отошли. И там россиян не выходит. И, как видите, ПВО мы туда стянули, поэтому они уже бомбить так не могут, как они бомбили. Значит, в Работино они пытались и прорвались, какие-то люди отдельные в Работино. Нашу их часть взяли в плен, часть перебили. Это пробившуюся туда пехоту русскую. Что еще? Значит, на Бахмутском направлении, я так понимаю, вообще пока ничего у них, но огромные у них резервы, действительно серьезные, на Купинском направлении, Купинско-Лиманском. Так что, как они и сами пишут, что вот одновременно на пяти направлениях Россия пытается наступать. Пытается. Пытается. Поэтому нелегко. Нелегко. Тем более нашим там сейчас. Да. Ну и за отсутствие снарядов. Были бы у нас сейчас американская помощь, снаряды, хаймарсы и так далее. Но мы движемся и в этом направлении. Сейчас поговорим про пакет шведы, который решили нам дать. Немцы сейчас тоже рассматривают, но про немцев, наверное, завтра уже будут. Более конкретные новости сегодня нет. Ночью 23 шахеда сбили на ШПВО. Все 23, которые были вы, которые россияне выстрелили, все 23 мы сбили. Но они ударили также еще и С-300, то, конечно, мы сбить не смогли. Ну и про то, что утром они сделали в Сумской области, я вам уже рассказал. Значит, про деньги. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Японии. Фумио Кишидоу. Кишидоу. Кишидою. Кишидоу. Блин, ну японцы. Вы в Японии тоже живете. Напишите, как правильно произносить. А то я уже Камала Рюте. Теперь еще и премьер-министр Японии. Нужно выучить. Потому что придется выучить. Тут есть за что выучивать, потому что эта страна решила оказать нам неимоверную финансовую помощь. Как сказал Шмыгаль, больше 12 миллиардов долларов финансовой помощи. Больше 12 миллиардов долларов финансовой помощи нам предоставят. Нет, ну это очень много. Среди нее грант на сумму 4,7 миллиарда долларов, который Украина получит до конца этого месяца. То есть в течение 10 дней мы получим 4,7 миллиарда долларов. Вау! Мэджик вообще-то. То есть вот то, что Япония додает, это как раз разница между военным пакетом помощи и полным пакетом помощи американцев. Спасибо, Япония. Аригато гузаимос, как говорят у нас в Японии. То есть большое спасибо. Аригато баба-сан. Вот. Швеция, в свою очередь, самый большой пакет военной помощи в истории нам предоставляет. На сумму, если в денежном выражении, там под 700 миллионов долларов все это дело, а содержание пакета, а, 630 миллионов евро, ну, 650, значит, миллион долларов, 660. Значит, 10 штурмовых катеров, 20 десантных катеров, подводное вооружение, миноторпеды, зенитные системы, противотанковые ракеты, гранатометы, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты, медицинское оборудование и так далее, и так далее, и так далее. Вот я прямо сейчас зачитаю одно сообщение из одного американского журнала, прямо с заголовок. Дональд Трамп дал Европе отрезвляющий пинок. Признаки здравого смысла начинают проявляться из-под пены западных пацифистских иллюзий. В этом году Бундесвер побьет рекорд расходов на оборону. Немецкие оружейные компании фиксируют более чем 40%, рост цен на акции, поскольку рынки уже знают, ситуация изменилась. Вот так вот польза-то от Трампа получилась. То, что вооружаются, все вооружаются. Ну а шведы, видите, шведы настроены решительно взять реванш за поражение от россиян под Полтавой. Ну раз Путин уже ушел к Рюриковичам, то почему бы шведам не вернуться к Петру Первому? Шведы дают нам самый большой пакет помощи и, в свою очередь, сами, всеми силами пытаются вступить в НАТО. Премьер-министр Финляндии заявил следующее. Премьер-министр Финляндии, соседней, братской. Братской, они один народ. Я шучу, они не один народ, это была шутка. Шведы и финны не могут быть одним народом, у них языки разные абсолютно. Значит, что он сказал? Он упрекнул Орбана в том, что какого черта ты, Орбан, не пускаешь в Швецию в НАТО, когда надо ее запустить. Вот что говорит Премьер-министр Финляндии. Петери Орпо его зовут. Нет никаких оснований блокировать вступление Швеции в НАТО. Швеция готова. Она соответствует всем критериям. То, что делает Венгрия, является неприемлемой. Нам нужна Швеция в НАТО уже в этом году, чтобы обезопасить Балтию. Вот для чего нужна Швеция. Понимаете, Швеция у нее огромное Балтийское побережье. Мы отрезали Россию от Черного моря. Ну, уже все. Уже им не выплатить в Босфор, не на чем. Так вот, надо отрезать теперь Россию от Балтийского моря, от выхода туда, в цивилизованные страны, чтобы они, если они нападут на страны Балтии или на Польшу, не могли использовать свой Балтийский флот. Там будет Швеция с одной страны, страны Балтии с другой. Все это должно быть НАТО. Все это должны быть НАТОвские головорезы. Вот. И Премьер-министр Финляндии выступил с таким упреком в адрес Венгрии. И что вы думаете? Венгрия услышала и прямо сейчас объявила, что на следующей неделе, по-моему, проведет заседание парламента, где будет голосовать за вступление Швеции в НАТО. Фух, что еще я не рассказал вам? Да, я не рассказал вам вот эту историю. Вчера она получила очень громкое освещение такое, но у меня по ней альтернативное мнение. Я его честно вам выскажу. Шетельман не следует за популярными мнениями. Иногда готов высказывать и непопулярные. Как вы знаете, наверное, уже, кто не знает, сообщу. В Испании убили россияне Максима Кузьминова, пилота, который прошлым летом, 23-го года, перегнал самолет Ми-8 Российской армии на территорию Украины. И вот пошла такая зрада тут у нас, что, дескать, как же это наши не уберегли, понимаешь, такого героя Максима Кузьминова, который нам передал вертолет. Причем не уберегли в Испании. Ой, да ладно. Ну вот реально, слушайте. Значит, Максим Кузьминов нам почему перегнал вертолет? Он что, герой Украины, что ли? Нет, ему дали не звание Героя Украины за это, а 500 тысяч евро. Он перегнал вертолет нам за 500 тысяч евро. Он для этого убил своих других пилотов всяких вертолётов, за что ему просто большое спасибо, надо было бонус заплатить. Я уж не знаю, доплатили ему или нет. Ну, всё-таки двумя пилотами русскими меньше. Это уже счастье спас украинцев каких-то от смерти, конечно. Но всё это за 500 тысяч евро он сделал, чувак. Но он знал, на что шёл. И дальше человек уезжает жить в Испанию. Ну давайте так, российский офицер, который закончил российское военное училище лётное, воюет на стороне России вот на боевом вертолёте Ми-8. Перегоняет, ну убегает к нам, перегоняет через линию фронта. Берёт деньги, ну типа приз в студию, да, и едет жить в Испанию, и думает, что прям будет там нормально жить, и всё. Мало того, привозит к себе свою бывшую жену из России. Так его, собственно, и нашли там, потому что бывшую жену. Наверное, ему выдали какие-то другие документы, другое имя, другое возраст, всё. Но чувак привёз себе бывшую жену. Но это прямо как из анекдотов каких-то, я не знаю. Из каких-то анекдотов про неудачно спрятавшихся по программе защиты свидетелей. Вот из фильма «Маловид», нет. Как же фильм их назывался? Я забыл. Де Ниро ещё играл, который в программе по защите свидетелей. Он бандит, чикагская мафия. Он решил книжки писать, воспоминания. Так его испалили. Вот так и здесь. Но слушайте, Украина не должна была его защищать. Там, когда он находится в Испании. Серьёзно, наше управление разведкой, этому больше делать нечего, или служба безопасности Украины, кроме как защищать вот этого чувака, который уже взял деньги. Там, в Испании, серьёзно, вот прям задач нет у нас других. Мне кажется, что у этого человека, упокой, Господи, его душу, было одно единственное решение. Если ты уже решил сбежать со своим вертолётом из России, чтобы, как тебя же всячески приветствовать, то поступай на службу в украинскую армию. Это единственное место, где ты будешь чувствовать себя защищённым. И единственное, где тебя смогут защитить. Потому что да, россияне могут тебя сбить, убить, да. Но ты реально будешь защищён. Потому что они не смогут тебе продойти вот так, жену тебе прислать. Поэтому я, честно говоря, слушайте, если бы этот человек, который, не знаю, пришёл к нам, сказал бы, хочу за вас воевать, а мы бы его не уберегли, это одно. Но здесь человек с этим не пришёл. Он не пришёл к нам воевать за нас. Он пришёл продать нам вертолёт. Поэтому я не вижу причин, видеть здесь какие-то наши недоработки украинские. Было прямо, как говорится, всё написано на стене, что произойдёт с этим человеком. Я просто не знал, что он живёт в Испании. Если бы меня сказали, я бы сказал, ну, понятно, что скоро убьют, что-то сомневаться. Вот. Продолжаем разговор немного ещё про санкции, в хорошем смысле. Потому что пришли прям позитивчики. Позитивчики про санкции против Российчики, Российчики, Россиянчики, Россиюнчики. Во-первых, Венгрия сообщила, что не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС. Об этом сообщил прям министр иностранных дел Петро Сиярте. А это означает, что новый пакет санкций против Российской Федерации мы худо-бедно, но получим вот в субботу, 24 февраля. Вот у нас с вами будет стрим. Чтобы его не пропустить, надо подписаться на канал Штельман прямо сейчас. Потому что тогда вам придёт предупреждение. Поставите колокольчик. И в этот же день выйдет новый пакет санкций. К сожалению, у меня ощущения от него вот такие. Что будет там всё плохо, что будут там какие-то общие слова, что надо усилить, углубить и взаимодействовать. А не будет там конкретики. Никому мы не сделаем вот так вот. Будут какие-то неизвестные имена. Но они к юбилею решили издать пакет. Ну, хотя бы. В Венгрию, видите, преодолели. Что есть, то есть. Отдельно Гросси. Помните такого персонажа Гросси? Это чувак, который приезжал к нам на атомную станцию Запорожской. Он предупредил Евросоюз о непрактичности санкций против Росатома. Он сказал, говорит, что если вы введёте санкции против Росатома и Евросоюза, это будет совершенно нереалистичным и непрактичным. Это остановит атомную промышленность во многих странах. Что снижение зависимости от российского ядерного сектора обойдётся Европе в миллиарды долларов. И немедленного решения он не видит. В миллиарды долларов? Всего на всю? То есть за то, чтобы отказаться от русского ядерного топлива и перестать покупать ядерное топливо у террористической организации Росатом, которая, напомню, захватила две атомные станции, разрушенную Чернобыльскую, которая разграбила, и Запорожскую атомную станцию, захватила, стреляя из танков. Этим управляет Росатом. Это ядерные террористы. Но это обойдётся в миллиарды долларов отказ от их ядерного топлива. Всего в миллиарды? Вообще-то тут стоимость того, что планета расколется пополам. А Гроссе, председатель МАГАТЭ, это председатель МАГАТЭ, который ездил в Запорожскую атомную станцию, где ему лысый из Росатома, помните, х**ый лысый в пиджаке, из Росатома показывал, как украинцы сами обстреливают свою атомную станцию. Вопрос про миллиарды и всё? То есть за миллиарды можно отказаться от Росатома? Реально, если можно, так давайте срочно сделайте санкции прямо сейчас, если это всего лишь про миллиарды. Вообще-то говорим о гибели человечества, вида, хомо сапиенса. Вы работаете с ядерными террористами. А вас смущают миллиарды, товарищ Гросси? Надо перечитать ваш доклад по Запорожской атомной станции после таких заявлений. Он фактически выступил в поддержку России. В поддержку того, что надо сотрудничать с Россией в атомной энергетике. Но, к счастью, в банкинге всё не так. И банки Объединённых Арабских Эмиратов ограничили расчёты с россиянами и начали закрывать счета клиентов россиян. Вот такое вот появилось. Помните, я вам рассказывал, что... Вот эту историю про то, что в Турции и в Китае банки начали закрывать счета, перестают принимать платежи. Вот. Из Российской Федерации, Федерации. Что прямо затруднило серьёзную торговлю с Китаем и с Турцией. Затруднило в том числе покупку россиянами всяких там оборудований для производства военного. И вот хорошая новость. Американцы, как выяснилось, не зря едят свой хлеб в Госдепе. И в Федеральной резервной системе. Они объехали не только Китай и Турцию, где указали, что ай-ай-ай, не надо. Россия торгует, вашим банком обслуживает, не надо. Но и Объединённые Арабские Эмираты, которые стали такой уже, знаете, огромной помойкой для российских поганных денег. Вот. Ну и вот сейчас сообщается. Сейчас банки Объединённых Арабских Эмиратов деньги из России не принимают. И в обратную сторону платежи не проводят. Сообщил представитель деловой России. Не знаю, что такое деловая Россия. Ну, видимо, тоже кого-то убивают или насилуют. Не знаю, что такое деловая Россия. Может, бизнесмен. В цепочку оплаты пришлось добавлять банк в Гонконге. Но с февраля 1924 года и он отказался от сотрудничества. А вот теперь, внимание, внимание, говорит Германия. Великое предсказание Шетельмана. Расчёты теперь ведутся в криптовалюте. Для компании с российскими бенефицарами. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А Шетельманли на прошлой неделе сказал, что курс биткоина-то вырос из-за того, что россияне за него оружие покупают. Гений, гений. Всего неделю прошла, и вот вам. Ну, и напоследок самый российский банк Тиньков. Помните такой? Вот символично. Сам Тиньков, Олег Тиньков, основатель банка, серийный предприниматель, который выступил категорически против войны и осудил всех этих убийц. Кстати, интересно, что он скажет про Навального. Он был объявлен иностранным агентом в пятницу. А банк, который называется Тиньков, вот как-то, да, в этот же день начал работать в оккупированном Крыму. А это означает, что он похоронен теперь навсегда. Это значит, что санкции теперь навсегда против банка Тиньков. Этот фарш, как пельмени Дарья, фарш, который обратно не провернешь. Почему я говорю пельмени Дарья? Потому что это предыдущий бизнес Олега Тинькова. Все, всем спасибо, всем пока. Подписенька, подписенька. Субтитры сделал DimaTorzok